всем привет небольшой такой маленький анонс досмотрите это видео до конца в конце видео будет интересно маленький анонсик сегодня в ролике как вы поняли из названия установка водосочной системы aquasystem я сейчас быстренько прибегусь по периметру и покажу что сделано вот и дальше уже поясню что и как делается в правильной очередности все пойдемте посмотрим ну и вот у нас уже вокруг везде по периметру стоят крюки расстояние между крюками от 40 до 43 сантиметров 424 30 миллиметров вот здесь сделано везде фрезой выборка вот давайте так немножко по периметру пройду покажу и потом уже все пояснил все как обычно ничего сложного в этом нету не спеша все делается и вот уже ребята здесь уже ставим ставить желоб комплектующие нужно показать что везде выборка сделала ну и как то вот так вот ну и дальше я сейчас буду пояснять ну и вот пояснение значит перед тем перед тем как начать ставить крюки если вы пришли на объект сделаны другими плотниками вы сами не делали не обрешетку не стропилку ничего вот даже на таком объекте как вы видели в предыдущих роликах идеальная обрешетка вот вам все равно надо сделать такие вещи как пройти все места все углы где у вас будут воронки где буду вас верхней точке пройти гидроуровнем так здесь 0 здесь 0 давайте покажу далее после того как вы уже поняли где какой угол у вас или провисает или наоборот поднимается и вы уже знаете как вам действовать с заклонкой насколько давайте заклонку по правилам вообще дается два три миллиметра на погонный метр вот не более то есть можно больше но когда желоб у вас получается будет слишком наклонка это тоже смотрится эстетически некрасиво вполне хватает двух миллиметров для того чтобы вода стекала по желобу вот далее после того как вы уже все это поняли вы начинаете разметку тех мест где у вас будет становиться крюки можно вот так в нашем случае они стоят через как вы видели через 40 42 сантиметра и даже меньше где через 38 вот но не более не более 42 сантиметров или миллиметров то 420 миллиметров а вот то есть как мы это делаем то есть у нас есть разместка стыка желобов есть место где воронка стоит от места где воронка стоит мы отмеряем 2 200 миллиметров каждую сторону тут у вас будет стоять крюки от соединения желобов каждую сторону по 20 сантиметров здесь будут крюки у нас висеть отсоединение по 20 сантиметров далее измеряем трехметровый желоб вот у нас метка стоит край желоба от этой от этого края тоже по 20 сантиметров потом отмеряем до места где у нас будет стыковаться желоба от стыка желоба тоже в каждую сторону по 200 миллиметров тоже будут стоять крюки вот и потом расстояние получившиеся между ними там получается где-то минус 40 это 300 360 сантиметров грубо говоря делите на определенное количество крюков вот и так чтобы у вас не получалось там ну скажем больше 500 допустим а вот у нас нашем случае мы делаем 42 сантиметра 420 миллиметров то есть по инструкции aqua system крюки ставится через 600 от 600 миллиметров до 900 миллиметров вот мы ставим их на всех своих объектах чаще потому что у нас все-таки но регион такой снежный и чтобы меньше нагрузка на желоба было получше в помощи крюков мы их ставим чаще вот далее разметили все получается где у вас будут крюки стоять вот где у вас воронка стоят будут стоять где у вас стыки будут где крюки будут все это вы разметили потом вы начинаете выборку фрезой ну если у вас нет фрезы то то стамеской и молотком как то так начать делать но выборку делать обязательно что аппетит наелся сделали выборку дальше получается ставим крюки гнем их получается и устанавливаем на те места на эти где мы сделали выборку натягиваем шнурку две штуки и выставляем крюки два шнурка все сразу после того как вы уже по периметру поставили все крюки вы начинаете ставить желоба вот углы сами желоба соединения кстати желоба соединения мы если в инструкции описано что они ставятся в стык там трубочка специальная стручка вставляется ставится стык желоба и специальным хомутом обворачивается мы так не делаем почему потому что со временем как показывает опыт эти хомуты начинают протекать даже если там был герметик или там силикон или неважно они начинают течь мы от этого отказались вот и делаем в перехлёст то есть мажем и герметик и соединяем желоба куда ну так все там внизу хомут это все равно ставим чтобы прикрыть этот стык и все далее местах где у вас есть воронки вы делаете отверстие с помощью анапской технологии вот так выглядит это вот так или кубанской технологии вот так вот вот и получается что у нас когда вся водоточная система уже готова у нас повешено вот у нас дальше идут силовые планки но и кардизный свет это вы увидите уже дальше других роликах вот есть один момент у нас получается что с ней который будет ходить через снегозадержание возможно внизу да он будет проходить вот так обычно закругляет но в желоб сам не попадает вообще по инструкции надо приложить получается но линейку да вот и от уровня этой линейки до желоба ну примерно два сантиметра должно быть вот ну здесь чуть больше мы сделали вот не критично вода спокойно сюда попадает даже при хорошем дожде вот такой нюанс то есть у желоба вюльст называется так этот круглая вот есть задняя стенка так вот когда вы ставите крюки надо чтобы желоб когда лег у него вот эта вот часть была ниже вот этой части вот ну если уровень поставить чтобы перелив был в эту сторону почему потому что если допустим забьются воронки листвой там дать иголками и вовремя не обслужит его в желоб начнет наполняться скажем так да вот то когда будет уже вода поднимется до самого края чтобы она выливалась в эту сторону то есть желоба а не сюда если вы поставите желобный борт сюда то у вас перелив в эту сторону и когда вы туда будут переливаться и у вас запустим здесь лобовая доска прямая то возможно что будет заливать вашу лобовую доску вот вот такой вот нюанс у нас тут на скате он находится вон там там у нас в одном месте будет стык у нас угол получается не там не 90 градусов да он развернут и примерно там на 140 градусов вот так вот и это место мы будем паять и на это будет отдельный ролик как спаять желоб aqua system вот он будет скорее всего следующим после этого так что вот так вот я оставляю вот здесь вот всплывающая строчка на видео где мы весь подробный ролик как мы устанавливаем засущую систему aqua system в другом объекте вот будет заставка конечная конце ролика на этот ролик вот и конечно же будет ссылка в описании на этот ролик вот так что переходите там подробненько я все показываю от начала и до конца так что так ролик небольшой скоро будет другой итак ребята вот анонс про который я говорил самом начале мне очень много просто в больших количествах звонят пишут вассап пишут в комментариях спрашивают вот по поводу пальцевой кровли да вот но когда начинаешь спрашивать вот что за пальцевой кровли они присылают фотографии то есть вот да вот с такими замками здесь вот перфорация есть на них какой вот замочек вторая картина да то есть она получается соединяется грубо говоря вручную вот так вот и все и саморезами в эту перфорацию закручивается я скажу свою точку зрения ничего общего с настоящей технологии фальцевой кровли это не имеет подробно об этом я расскажу в одном из ролики из роликов вот я сейчас соберу всю информацию всю историю появления в геи каких странах где на каких зданиях применяется такая технология вот и все подробно расскажу я думаю сейчас у производителей вот этого вот короче вот это вот это вот вы поняли бомба нет конкретно потому что они мне в протяжении года просили этот ролик не делать вот дай год еще попал продадим побольше навешиваем лапшу клиентам на уши и продадим вот но пришло время об этом рассказать так что ждите ролик примерно ориентировочно он появится через неделю вот плюс минус к 15 мая примерно так может 13 такое полным обзор про эту вот это вот короче вы поняли все счастливо спасибо что смотрели до конца до скорой встречи